для зрения остановить можно приостановить если тем более возрастное тяжело но приостановить чтобы не падала реально для для глаз глаза любят воду во первых и не любят пересыхать значит регулярно их увлажнять или какие-то даже элементарные капли простые можно в виде есть хорошие капли и уджала и трикул какие-то аюрведические капли можно наши простые традиционные какие-то даже взять и розовая вода хорошо промывать розовой водой хорошо зеленым чаем промывать регулярно то есть приходят они вечером домой промывают хорошо глаза утром встают днем на работе работают с компьютерами с планшетами увлажняют глаза но самое лучшее средство для глаз это ги топленое масло если использовать его веки смазывать под глазами то в принципе она может есть даже в виде процедуры когда на на глаза на глаза ставят кольца называется нетра басти процедуры заливают топленое масло это тяжело дома делать ну как не тяжело но лень многим да 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 вот это специальная процедура для глаз да ее делают можно делать 5 7 10 10 раз подряд она хорошо снимает воспаление вот и немножко по даже помогает восстановить зрение но самое простое просто дома использовать ги ванной поставить мне нравится но что у меня зрение было с детства слабое много читал и сейчас она немножко улучшилась полностью не прошло но я особо и не занимаюсь но улучшилась на 2 диоптрия стало лучше чем было там лет 10 назад но я использую ги дома она стоит в баночке и она когда в теплой допустим ванной или где-то в теплой комнате она такое полу жидкое становится и просто когда ты умываешься и про помыл хорошо руки чистыми руками пипеткой лень можно капать глаза берешь пипеточкой и хорошо смазываешь здесь веки и немножко вот так на роговицу потом и и хорошо она так как будто немножко песочек как будто кажется что как противовоспалительное но и сразу минут через 15 как будто даже ясность улучшается ги отлично а в еду амолаки витамин c самое лучшее средство амла хорошая семена календжи для зрения очень хорошо вообще за глаза отвечает печень печень на втором месте шея или шейный отдел пережат вот плечи шейный либо слабая печень вот и конечно 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 хорошо еще этот сейчас будучи тоже хорошо амла будучи из трав таких и из препарат называется сейчас вспомню как он называется саптамрит лаух там тоже трифала трифала помогает от саптамрит лаух входит трифала топленое масло и оксид железа а он сильнее для но понимаете в трифале всего одна трава амла которая хорошо для зрения так лучше пить чистую амлу не трифалу или саптамрит лаух там все для зрения ну да но она так помогает чуть-чуть трифалой промывать можно глаза тоже отваром трифалой то есть вот это профилактически летом отлично амлу пить ягод много есть а зимой можно морковно морковные соки пить морковь есть морковь с сельдереем хорошо главное чтобы печень была хорошая и зелени много и кориандра очень да правильный отвар кориандра еще лучше от ваша франа но он очень дорогой а кориандр да правильный кориандр дешевый еще барбарисом можно до барбарис тоже можно отваром все как чай заваривать и промывать тоже хорошо если что-то направленное слабые ломки ссуды конечно да ну часто принципе опять же укрепляющие сосуды но опять начнем это чеснок потом масло масло виноградных косточек пить вот натирать наружно тоже хорошо гипо идет летом даже get лично будет топленое масло это можно масло пить масло использовать на лицо голову тело но тело все равно лучше кунжутная то есть самое лучшее что укрепляет сосуды изнутри это тоже масло и и наружно масло делать ахьянги тоже очень хорошо вены тоже хорошо контрастный душ отлично для укрепляет сосуды но из таких простых наверное вот чеснок масло виноградных косточек а из трав амла амла великолепно гугулы гугулы препараты с гугулами тоже хорошо можно рассматривать еще по индивидуально подобрать ашваганду или брамии тоже могут подойти но но масло виноградных косточек и и умасливание чеснок это наверное и амла это лучшее амла великолепно тоже для подходит и амла хорошо разжижает кровь и и и для сердца будет хорошо тоже да и и также и для зрения амалаки отличный продукт жалко что у нас его нету поэтому мы говорили вот то что наш насчет хорошо ли кушать все со своего огорода конечно хорошо просто есть продукты в которых нельзя отказываться например хорошие специи их не вырастешь у нас в огороде и есть продукты вот такие как амалаки кардамон а вот имбирь куркума они очень очень тяжело у нас не вырастешь а принципе по моему фенхель у нас хорошо прорастают шамбала семена шамбалы можно посадить хорошо растут шамбала а шамбала худеют чуть-чуть на от семян шамбалы можно похудеть он горьковатый он кстати антипаразитарный тоже можно его вот и и этот вот антипаразитарные можно проводить как раз вот весна осень очень хорошо дней по 15 что-то пропить допустим масло грецкого ореха и допустим гвоздика с полынью кардамона много жевать и делать раз хотя бы две недели слабительные с касторкой будет отлично она хорошо вот и всегда острая немножко добавляют асофитиды великолепно антипаразитарная четракаде есть этот препарат знаменитый очень хорошая антипаразитарной или хин гвати еще классические во многих фирмах сатве очень хороший препарат еще лучше курзи дам жади да называется армидин очень хороший не больше всего нравится но это уже если из препаратов такое его можно пить я по ребенку смотрю я ему даю 2 но его лучше пропить курсом два-три месяца раз году у него потом полгода очень хороший аппетит очень даже просто по аппетиту видно а процедан неплохой но вот сатковский препарат в этот сильнее кардамон тоже можно поддерживающий от глистов гвоздика кстати это сама по себе тоже антипаразитарная можно с аппетита добавлять детям виду отлично она уже лет шести так даже с пяти с шести лет а взрослым вообще без проблем скажите пожалуйста посредством аэроеды можно излечить или приостановить такую болезнь как болт партицинга тяжело да тяжело не сталкивались нет сталкивались но динамика у меня только в моей практике один раз только было но не с паркинсона а сальсгеймера вот но это просто уникальные случаи так а вообще приостановить возможно излечить тяжело надо либо ехать с чего начинать по поводу приостановить ну обычно классические это идет нарушение вата и капхи то есть вообще начинает с ваты то есть начинает с того что надо подобрать питание у маслевое тело вот это первое а второе надо усилить сильно усилить метаболизм но вообще лучше найти найти ашрам и ехать или в тибет или в индию есть есть места специально ну вроде где которые занимаются этими проблемами они специально занимаются этим а у меня знакомые вот запорожье но он поддерживает хорошо он ездит вообще нужно тепло короче нужно либо жить либо приехать в теплый климат живут теплом климате ну тогда значит сильные нарушения или ветра или слизи потому что обычно это на сильные нарушения ваты и капхи вот ну трудно сказать надо индивидуально если это тяжелое 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 заболевание так заочно вообще не скажешь и лечить но в моей практике излечения практически пока не было то что вот говорю один единственный случай был вот у нас сальцгеймера было ну это 6 лет и мы в этом климате вообще парень молодой был так что хорошо в аэрведе можно даже в домашних условиях то что кожные болезни многие идут хорошо правильным питанием даже заболевания суставов тоже тяжело поддаются лечению потому что это уже глубокая глубокие ткани поддерживать остановить болезнь можно а излечить полностью тоже невозможно также как и диабет диабет тоже если уже он появился он уже всю жизнь просто только строгим питанием желчные камни в желчном пузыре тяжело лечиться ну я не знаю я говорю из нашей практики своих там знакомых близких может быть есть люди которые делают лечат но сложная мочекаменная болезнь хорошо можно лечить а такие и психологические расстройства тоже тяжело не беремся тоже за это даже онкология не беремся тоже крайне мере не знаю может кто-то и берется если как бы в традиционной медицине как пост терапия то можно вот а так принципе ну что хорошо хорошо обмен веществ обычно хорошо то есть худеют люди хорошо кому надо поправляются тоже хорошо бывает что кстати тяжело тяжелая болезнь считается в аэрведе анорексия тоже тяжелая случае депрессия тоже тяжелая болезнь тоже тяжело поддается часто просто с депрессией надо менять место жительства бывает смена давит но установка да вот это все индивидуально вообще лучше не болеть честно говоря хорошо лечить здоровых лечения очень сложное и иногда я сам думаю просто я люблю и иногда переживаешь когда у кого-то не идет лечение бывает такое и я скажу может быть надо как-то относиться нейтрально не очень там всегда получается но в основном все равно нужен опытный врач доверие пациента и хорошее лекарство если хоть один из этих компонентов отсутствует то значит лечения не будет врача надо искать то вам по духу близок того и того и и находите не не подходит один находите другого рано или поздно если вы стучите и вам откроется найдете вот лекарство тоже надо подбирать потому что много разных даже в аэрведе много разных препаратов разных фирм они могут быть не работать я например уже для себя выбрал с какой компании работаю мне нравится и я так особо не рискую другими вот компаниями а пациент уже дело индивидуально я стараюсь понимаю что если человек пришел 10 те кто приходит 8 ничего не делают или идут другому врачу а не потому что там я хорошие или плохое потому что просто люди ну ленивые просто ленивые и или бросаются вот ну даже из тех двух на 20 процентов которые остаются уже складывается определенные за там годы складывается определенный круг с которым работаешь и там уже есть там 100 200 человек постоянно клиентов но образно говоря с ними приятно ты видишь как проходит года и у них что-то меняется сознание в питании кто-то потом вегетарианцем становится у кого-то какие-то проблемы меняются думаю так все врачи у нас много хороших врачей вот поэтому я думаю у каждого есть какие-то свои категории где он лучше что-то делает где он хуже поэтому принципе вот может быть даже не столько нужны нужны врачи в том плане если вы еще не сильно больны даже эрведический врач может просто для начала вам дать понять принцип как вам правильного питания и нагрузок вот согласно вашей конституции вот здесь немножко сложно себе определить все-таки свой психотип самому тяжело без знания пульса практически не не определить по звездам как-то еще определяет но я смотрел это все очень неправильно по пульсу определите пульс легко а вот а так себя под протестировать сложно по тестам поэтому даже один раз в жизни пойти к эрведическому врачу хотя бы знать свою конституцию пусть он вам ничего не вылечит неизвестно вылечит он или нет но узнать свой психотип который не будет меняться весь всю жизнь это уже это стоит того более у нас сейчас консультации не такие не такие дорогие но как относительно конечно у нас и есть лишь говорю и я и человек 10 есть и в киеве на 8 среднем на обычная консультация около 400 гривен где-то стоит вот первичная поэтому думаю можно заплатить деньги у нас есть и и у просто я на и аюрведа 192 виктор сергеевич мацышин и есть аврааменко юрий михайлович из алис вот олег семёнович очень много хороших врачей не обязательно я можете ко мне я могу не быть в киеве могу бывает уезжаю закарпатье вот уже через полтора месяца уеду у нас там просто мы проводим там панчакарму даже до середины осени вот поэтому можете пойти к любому врачу все равно долго долго лечить лечиться чтобы что-то серьезное излечить нужны годы это вам наверно ни одного врача придется обойти но конституцию правильно вам определят нормальные любой из этих врачей и на горбань свинница землячка моя тоже очень хорошая вот она даже детьми больше занимается тоже можете с детками записаться то есть принципе метод какого-то такого лично может приезжать будут тут наверно думаю олега будут много разных врачей приезжать можете кто вам просто симпатичен к моим дети и понравится пойдете к другому но вы видите сам принцип просто самое важное просто что-то нужно самому делать сожалению лучше до 30 лет начинать заниматься аверведой но хотя бы до 40 просто чем метаболизм быстрее тем легче и шанс не болеть всю жизнь потом ну или болеть очень легкими заболеваниями я к счастью начал заниматься ведая раньше 30 лет и горжусь по этим потому что ребенка уже приучаю хотя не заставляю жестко но с 14 лет жестко буду заставлять сейчас еще он растет вот а принципе даже не знаю будет ли он врачом или нет но для себя и научу пользоваться как пользоваться аюрведой зданиями конечно было хотелось а думаю там в традиции будет врачом не будет не знаю поэтому как бог даст на вот а детей тоже можно приучать для начала просто хотя бы я отучил всех вечером пить кефир начал с того что у меня в семье никто вечером молочное молоко только я пью и только летом сейчас я даже сам молоко не пью хотя я молоко вечером обожаю у нас даже приезжала в закарпатье мы работаем когда теплый но начиная с теплого сезона на конец апреля до до среду я каждый день выпил могу выпить литр полтора на ночь молока домашнее молоко хорошее вот не очень хорошо вот и принципе я отлично себя чувствую если бы я был капхая то конечно мне бы было бы плохо вот а но детям я не даю а кисломолочное у нас никто уже не пьет вечером и белый хлеб мы не покупаем макароны изделия только твердых сортов и кушаем только днем я понимаю что все работают с разными производителями посмотрят видео может кто-то со мной будет не соглашаться я люблю компанию сатва мне больше всего она нравится я работаю почти только с ней ну мне нам я работал раньше из махариши вот но вниз мне больше всего нравится продукты именно сатвы вот так неплохие еще компании у каждого завода что-то есть хорошее удобура мне нравится препарат матхувани браме хорошие удобура трифала хорошая удобура трифала гугл хорошая удобура у байдянатха мне нравится кисари дживан чеван праж неплохой чеван праж хорошие узанду у уншки хороший чеван праж была фирма шевала 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 еще как-то фирма очень была интересная не забыл по нарвасу я не работал с ней не знаю только некоторые препараты брал не могу сказать про все но мне некоторые не понравились умею самая лучшая сатвовская на втором месте добуровская его поставил бы спасили шриганка в которой моей любимой аптеке где я работал к сожалению умею слабенькая хотя некоторые у гудучи у шриганки хороший хороший гудучи можно лучше чем у хималая хималая я не буду обижать я просто не люблю хималая поэтому ну ничего не буду лучше говорить ну хотя ли 52 всегда был неплохим но и цистон да вот на них может быть только двоих а так я про них больше я не знаю их у шриганки где я работал мне очень нравится гудучи хим гвати у них хороший маханараян масло у них шикарная отличная неплохой чеван праж просто его не завозят к нам мы когда-то в 90-х завозили но нет его вот потом шатавари неплохое отличается конечно от сатвовская шатавари самое лучшее сатвовская без сравнения нету аналогов только можно сравнить фирма нет еще с шатавари но нитка в порошке порошке там просто получается неудобно пить его он такой противники вот бадянатха что хорошее еще и чхабеди сильные ослабительные но так надо его аккуратно они сушат сильно бадянатха хороший был сейчас помню так как то давно уже не помню бадянатха ну классический может быть трифола неплохая бадянатха вот зонду есть хорошие позиции зонду очень классные сударшан в чанвате тричун отличный препарат на печени и сударшан чендра прабха зонду хорошая отличная не хуже чем усатые одинаковые вот ну что еще из таких уншах хороший завод чеван праж улушки хороший препараты груэль на ранних стадиях можно давать как ну как профилактические при каких-то ранних условностей к опухолям можно давать или вспомогать на при при лечении там традиционная лопатической медицины можно тоже добавлять вот многие препараты есть в разных фирмах неплохие вот просто надо выбирать нагарджуна хороший завод мне нравится нагарджуны капли вновь были очень хорошие шиваготика отличная не хуже чем этот мумио и добур и сатовский отличная еще были какие-то препараты я не помню но каждого завода 45 позиции хороших есть добур хорошая да добур трифола хорошая махариши отлично а я спросил про одно из своих раньше любимых махариши да наша наша традиция отлично нагарджуна в принципе все что вы назвали это в основном северной да я только немножко нагарджуну знаю просто мы и работал все время северной я много индийских заводов не знаю и был в основном на северных поэтому я по южной не могу сказать вот а махариши трифола почти у многих хорошие те что у нас есть на рынке почти вся трифола хорошая но мне очень нравится мне очень трифола нравится я нагарджуну трифола не пробовал а мне очень нравится трифола махариши да в махариши был неплохой ливома неплохой но но сейчас как-то он как-то испортился не знаю вот даже ли пейсфа 2 мне кажется он даже сейчас получше вот у махариши пранхара масло великолепное чарак кстати хорошая фирма хорошая фирма классическая этот сепха грайн масло в них хорошее арджунин таблетки для сердца хорошие вот у махариши еще там тоже кардимап при высоком давлении но он как-то он тоже сейчас последние годы к сожалению тоже испортился немножко вообще надо выбирать и знаете это надо как бы лучше пробовать да так что вот вы часто особенно к пите может это из-за того что меня это волнует часто упоминаете если печень здоровая здоровье печени то есть печень 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 вот важность какие вот основные принципы поддержания здоровья при печени пита самая главная зона это ее расположение печень то задумал уже завтра про нее а ведь давайте 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 просто для поддержания первое пита нуждается максимально больше в воде в воде с охлаждающими вкусами правильно это горькие вкусы горько вяжущие вкусы самое главное вообще из рациона убрать без должна быть бессолевая диета соли минимум это первое второе мы так лечили псориаз тоже ну и болезни связанные с гепатитами различными второе нужно все время убрать из рациона все красное это красные помидоры даже морковь свекла тоже не очень хорошо потому что печень пей пита горячая печень красная возбужденная а мы ее будем усиливать мы должны все сделать для того чтобы ее охладить мы ее водой до яблоки тоже все желёное желтое нужно есть груша и всем сочетанием сладко вяжущего что любит пита первый вкус который идеально для балансирует горечь значит первое это нам нужен горький вкус много горечи пойдет лето зелень пучками кроме шпината и щавеля все остальное все много фреш из этого пшеницы пророщенной свежий сок и можно добавлять туда чуть-чуть сок алоэ тоже вот как раз мая месяца терки и фрукты терки и ягоды это может быть хурма айва гранат вот такое вот хотя гранат вроде бы красный но он терки он хорошо даже малина она красная но хорошо до печени черная смородина красная нет а черное хорошо и много зелени сок каждый баде говорил тоже его гуру сказал что начиная с мая по этого все лето пить сок из этого пророщенные 30 миллилитров сока пророщенной пшеницы это самое лучшее и простое самое эффективное равносильно дорогим препаратом и его делают лучше покупать готовые его проращивают эти ростки срезают на пучок и и выжимают но уже есть да уже уже есть магазин можно заказывать лучше свежий в одессе всегда были магазины и может сейчас говорят и у нас уже сделали 30 миллилитров сока вот этого каждый день пить потом алоэ неплохо и печень любит три продукта я вчера говорил кабачок тыква и через дал мундал то есть целый год сидеть на мундале целый год даже два и печень вылечиться ну и добавить какие-то препараты ну из тех что мне нравится я забыл фирма вот этот препарат есть неплохой нерасил но он хомеомалаки да но он идет идет при первом и втором типе если если еще что есть подозрение допустим у кого-то что может быть гепатит и велотекущий там c даже то лучше тогда все таки брать тот тот или 52 нормально можно добавить еще амалаки или а рогевардхини а так конечно лучше брать тогда оливарекс в саттловске он хороший и где-то около двух трех грамм его пить регулярно после еды а хотя бы два три раза в неделю готовить желтый дал и в конце чуть-чуть сок лимона литра 4 воды пить жидкости но зеленый чай идеально для печени и с шафраном если шафран то кориандр острых специй много не кушать а идеально зира кориандр тмин вот и и можно еще добавлять вязкие травы типа шатавари тоже хорошо и и и летом много амлу а холодное время будучи да но и нужен какой-то сильный гепатопротектор ну и самых сильных на рынке как на сегодняшнем день мне кажется все-таки вот саттловский ливарекс он самый лучший вот а так тыква печеная вареная зимой а летом пойдет еще кстати к соку пророщенной пшеницы обязательно нужно обязательно сок кабачка свежий кабачок с середины июня выжимаете и 30 миллилитров сока пророщенной пшеницы все лето пьете алоэ да и алоэ отлично столовую ложку не больше чуть-чуть тогда там да можно с водой а или лучше тогда можно месяц пропить пшеницу а а месяц алоэ ну-ка но кабачок пить все лето кабачок идеально и пита любит что поскольку жар наружно воду внутрь много воды именно такой горькой ничего кислого никакого уксуса много кислоты никакого уксуса и кислоту нужно вязать здесь поэтому нужно нужно иногда пить шатавари тоже хорошо вот и их и хорошо еще любая зелень даже даже зимой зеленый лук и чеснок тоже хорошо то все зеленое арбузы отлично вот это все есть и горькие травы можно добавлять потом уже тот же ним карелу но но они это печени все равно не больше на кровь на поджелудочную летом можно было бы слисли варексом маха сударшан но он если вдруг у кого-то есть гепатит он не берет а леварек берет да то есть но это вот печень печень нуждается в воде в обильном обеде обед не и плотном завтраке как бы ну питаться ближе к ветру то есть не делать большие разрывы да но отлить в отличие от ветра надо пить горькие чаи не сладкие но сладкий нейтрально для ветра главное соль самый большой враг для печени соль если пить и кушать соль болезни печени практически никогда не вылечить растительные если не сахар норме то без проблем даже оливковая хороста 10 гипотоз жировой если гипотоза тогда уже лучше лучше горькие масла тогда типа грецкий орех и немножко аль денте а а лето придет можно немножко листового масла будет ги нейтральная и печень не вредит а вот что еще и веда говорит по холестерину вот каковая причина и как с ним бороться нарушение липидного обмена обычно чаще всего холестерин даже и нет мяса и ничего надо первое убрать еду приготовленную в масле короче и в первой случае все жареное это первое второе надо добавляют гугулы но к сожалению больше холестерин повышенный связанный с капкой да может начинаться и от того что и жировые отложения в печени или слизь появляется в тонком кишечнике или в желудке лечит хорошо гугулами медахар google отлично именно при при холестерине повышенном но тогда его надо пить в холодное время года потому что пита сильно поднимается холестерин лечат как капку то есть лечат с согревающими согревающим действием и чеснок идеальное средство от повышенного холестерина это в теплое время года голод разгрузочные дни большое потребление свежего молодого или зеленого зеленого чеснока медахар google пьют по до полугода лучше начинать тогда заниматься осенью вот можно с муми и вместе тоже куркума и зелень и и лучше если а еще печень обязательно требует величану раньше лечили вы бы кровопусканием или пиявки можно донорство 2 вариант тоже хорошо а найти хорошую клинику раз она кровь не буду брать если вдруг там есть какие-то проблемы тогда или герудотерапия или самое простое величана раз в две недели обязательно желчь хотя убиты часто хороший стул а все равно нужно это естественно реакция организма нужно желчь нужно ослабить на пить самое простое вообще сам я скажу какое самое лучшее самое лучшее это опять же у саттвы взять суд это вообще три препарата надо взять суд это орогия в архине и кончнар google ну конечно орогия в архине вы знаете они классические где-то около двух грамм каждого препарата здорово крепкому здоровому человеку только проверить чтобы не было камней в желчном пузыре и вот раз в две недели примерно по 4 капсулы каждого этого препарата принимать отлично именно сукдеты можно было бы баденатковский ичхабеди взять но ичхабеди сушат может вызвать геморрой а сукдеты не сушат отлично второй вариант если не то по другой этих препаратов исторка классическое пить и даже можно отвар сены но не чаще не чаще чем раз в две недели а хорошо чтобы четыре пять раз хорошо послабило выходит жар из тела и отходит много желчи вода питу также лечат печень через кожу процедуры как на одном сайте я прочитал они панчакарму рекламируют но видно думаю что не хочу там обидеть но написали так что только они проводят молочные процедуры но во первых нам молочные процедуры в нашем холодном климате все кто занимается панчакарма все проводят молочные процедуры просто нужны они ну двум-трем процентам но десяти процентов людям которые в нашем климате вот как раз в таком случае лечение печени если у вас пита высокая и только летом когда очень жарко можно делать молочные процедуры но не обязательно ходить в аэрведический кабинет и делать процедуры с мешочками и с молоком а достаточно дома сделать ванну клеопатры набираете воду вот туда литров 10 мы делали по два ребята мы из молдавии приезжали мы больше десяти лет назад делали здесь так больше даже вот литров 10 жирного молока домашнего и варите и где-то 10-15 веточек шафрана но если шафрана нету то грамм стока ледулы вот и или роза немножко проваривается с молоком литров 10-15 молока добавляете в этот воду вот и ложитесь и она очень хорошо впитывается вода сначала мутная а потом это молоко с календулы или с шафран упитывается хорошо очень для хорошо очень для печени и печень также лечат через глаза поскольку глаза зона печени вот эти процедуры датра басти они хорошо для внутри глазного для глаз но также благотворно на печень и охлаждают ее через сосуды попадает обратно масло охлаждает печень я такое не слышал вообще после у жала мы не из первых то у меня ребята привозили это у жала мы на этих заводах были физе пишу что вообще час не мы глаза наоборот поэтому я у нас кто принимал жалу обычно глаза не они мыли наоборот считается что слезится все и чтобы не с ней не снять этот эффект лучше даже в инструкции раньше было написано что лучше хотя бы час глаза не промывать я бы не промывал глаза вот узала сильная на хорошие капли есть еще можно брать такие нейтральные капли вот есть реку лайфит айсатин очень хорошие тоже айсатин плюс хорошие капли причем почти все производители можно найти хорошую крымскую розовую воду и промывать глаза над великолепная но можно так не мучиться как с узалой просто узалы я думаю можно людей было бы пытать раньше если привязывать и капать каждые два часа я думаю что они бы всю правду рассказали но такие капли зверские я просто это надо очень быть очень стойким я бы наверное выдал бы военную тайну если бы не капали каждый день вот но есть ги мне кажется но лучше в том плане если нету еще катаракты у жала просто именно конечно для катаракты очень хорошая она когда на ранних стадиях катаракт развивается она часто помогает а ги вот больше воспалительные процессы снижение зрения на вот принципе хорошо вот глаукома там какие-то другие капли были я уже не помню вот а по моему асатин плюс даже при глаукоме тоже подходит но мне кажется после капель лучше глаза не пробовать пробовать глаза лучше отдельный когда вы там за поработаете за компьютером долго или устали глаза вот это лучше да а это вы идеально даже промывать зеленым чаем тоже хорошо можно вот поставить пиалку и ватку чтобы было под рукой работаете руки вытерли и просто промыть глаза но крепкий зеленый чай горечь глаза или как у девушка сказала до кориандра кориандр заварить или барбарису